Здравствуйте, уважаемые пользователи программы Album Maker. Представляем вам видеоинструкцию по созданию простой фотокниги. Запускаем программу. Нажимаем новый заказ. Вводим название, например, путешествие. Убираем тип книги. Допустим, 20 на 27 книг. Вправо представлен образец готовой книги. Нажимаем далее. Выбор фотографий. Мы заранее рекомендуем выбрать фотографии в отдельную папку. Например, мы выбрали вот эту папку. Нажимаем выбрать все. И идем далее. Выбор компоновки страниц. По умолчанию стоит параметр обрезать фото под шаблону. Это означает, что какие бы ни были фотографии, они будут обрезаны согласно выбранной рамке. Например, квадратом. Или вписать фото в шаблон. В этом случае фотография вписывается и никак не обрезается. Допустим, вертикальная фотография будет уже, чем этот квадрат справа и слева. Будет пустота. Мы рекомендуем использовать фото с обрезкой. Убираем шаблон. Например, такой. И жмем далее. Программа рекомендует увеличить количество страниц. Соглашаемся. Убираем фон. Значит, можно выбрать один из предустановленных. Сначала мы рекомендуем сделать простой белый фон. Вот таким образом. Началось создание фотокниги. Обратите внимание, что фотографии могут показаться в книге немного нерезкими. Это нормально, так как программа использует уменьшенные копии. А для печати используются оригиналы. Программа сразу сохраняет полученный альбом. Так что в случае отключения компьютера альбом не потеряется. Итак, наша фотокнига создалась. По умолчанию обложка без фотографии и надписей. Давайте их добавим на обложку. Убираем в правой панели нужную нам фотографию. Перетаскиваем в альбом. Фотографию можно подвигать. Увеличить. Ну, например, вот так. Обратите внимание, что лицевая сторона обложки с правой стороны, а задняя часть обложки с левой. Очень часто фотографию используют на весь разворот. Делается это следующим образом. Выбираем фотографию. Например, вот эту. И тянем к краю. К правому или верхнему. Добавление надписи. Выбираем значок с буквой А. И щелкаем по обложке. Пишем надпись. Текст форматируется стандартно. Можно поменять шрифт. Размер. Жирность. И цвет. Нажав на предварительный, можно увидеть, как надпись выглядит в книге. Если выбран очень крупный шрифт, например, вот такой, то надпись не влезает в одну строчку. Справляется следующим образом. Нажимаем ОК. И тянем за синюю точку вправо. Вот так. Наша фотокнига готова. Можно полистать. Листается на нижней панели. Либо стрелочками. Если все сделано правильно, то нажимаем Заказать. Книга сохраняется. И подготавливается печать. Предварительный просмотр. Можно нажать и полистать нашу книгу. Закрываем и идем далее. Выбор обложки. Допустим, обложка будет матовая. Страницы пусть будут глянцевые. Количество экземпляров. Сразу меняется цена. И можно добавить комментарий к заказу. Например, срочная печать. И идем далее. Выбор отправки книги в печать. Можно сдать ее самостоятельно, принеся на флешке или на диске. Или отправить через интернет. Убираем через интернет. Заполняем контактные данные. Контактные данные необходимы для выдачи заказов. Для отправки уведомлений по электронной почте. О готовности заказа. О принятии книги в печать. А также для доставки. Нажимаем далее. Выбор доставки. Можно выбрать необходимый город. Например, Санкт-Петербург. Проверить контактные данные. Стоимость. И если передумали с доставкой, то можно нажать самостоятельно забрать. Цена меняется. Нажимаем далее. Книга отправляется в печать. Сама подготавливается. Сама через интернет начнет передаваться. В правом нижнем окне показано состояние отправки. В любой момент можно нажать на знак вопроса и посмотреть видеоинструкцию о создании фотокниги. Нажимаем далее. Можно свернуть окно отправки. Отправка продолжается в фоновом режиме. И закрыть программу. На этом инструкция закончена. Спасибо за внимание.